Я скажу несколько слов. Вот очень важный и важный праздник сегодня здесь. Первый из всего Масахет нашего друга Иосифа Чарнова. Я помню, когда я тоже первый раз в жизни, когда кончил Масахет, был Масахет Брохойс, был примерно 39 лет назад. Мне кончится худым, менее основательным, я точно помню. Когда мы говорим эту молитву после силы, благодарность, молитву, там есть такое пожелание, чтобы Тора был нашим искусством, чтобы Тора был нашим умным. Человек умным. Люди меньше бы думали, чтобы Тора зарабатывали. Есть понятие, что человек это работает то на то, но на то. Я хочу объяснить это на одном очень красивом рассказе. Была одна семья в нашем роде. Они были Коаним, священники, фамилии Кагана, как мы их звали. И там было пять братьев. Пять братьев через четверо были большими, сами Торы. Мы все знаем их в книге. Это «Цота Хошин», «Кунтерс Фейкес», «Трумад Кри» и другие. Один был человек, который занимался бизнесом. Пятый. И когда они уже повзрослели, мама их постарела, была нездоровая. Она жила у сына бизнесмена. И именно ради почитания мамы у сына бизнесмена собирались все братья на праздник уважить маму. Собираются такие великие в Торе. Что происходит? Начинаются дискуссии. Дискуссии. И в них участвует и хозяин дома на равных. И в один момент там была большая дискуссия над темой Торы. И хозяин дома, бизнесмен победил своих великих ученых братьев. Когда мама это видела, на что дом сверилась, она встала и пустилась в пляс. Встала и пустилась в пляс. Почему? Потому что она расстроилась, что даже ее сын, который не является раввином, он к настоящему глубоко изучает и знает Тору. Это то, что сегодня Йосиф просил и те Торатха и Мунусы. Это просьба, что было то, главное, что было Унус. Еще я вечно немножко объяснить. Сейчас есть такая ситуация, которая не очень радует. В одной стране учат Тору весь день. А другие могут крутиться 10-12 часов в день на работе и так далее. Учат там 5 минут, 10 минут, полчаса. Как то. И когда мы просим Всевышнего, что Тору было нашим искусством, означает, что даже если еврей не может учиться больше часа дня, это просьба, чтобы он хотя бы учился 3-4 часа в день, 2 часа в день, но серьезно. Чтобы он мог поспорить потом с Аврахом о том, что он учил. Поспорю чем на равных. Одна эта вещь, конечно, требуется, это не так просто. Я уверен, что и брат Ксута Хошин, который стал бизнесменом, до этого он много лет серьезно учился, а только потом он стал заниматься бизнесом. И я хочу пожелать Всевышнего, чтобы он удостоился и дальше учиться, еще более глубоко, еще лучше. И будет помочь построить еврейскую семью. Соответственно, это была семья Торы. И действительно, Торы является умным искусством. И это занятие Торы, безусловно, принесет браху и в его профессиональных занятиях, и в других материальных и духовных мазалтов. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...